Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Госдума одобрила в окончательном чтении инициативу о введении наказания за выбрасывание мусора из автомобилей вне места накопления отходов Для физических лиц в этом случае предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридических от 30 до 50 тысяч При повторном нарушении размер взыскания вырастет вдвое, а в отношении организации может быть применена и конфискация транспортного средства Однако до сих пор не ясно, что подразумевается под выбрасыванием мусора один окурок или фантик, либо же целая гора отходов Трасса 101 Еще один поступивший на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект, наоборот, смягчает ответственность водителей за некоторые нарушения Такого не было много лет, законодательство только ужесточалось Авторы документа предлагают не штрафовать шоферов за незначительные, на их взгляд, проступки Например, это грязные номера, невключенный указатель поворота или перегоревшая лампочка В этом случае можно отделаться предупреждением По мнению парламентариев, это снизит административную нагрузку на автовладельцев Трасса 101 Средняя стоимость поддержанного легкового автомобиля в России сейчас находится на уровне 1 миллиона 200 тысяч рублей Год назад, по данным агентства «Автостат», она была на 61% меньше В сегменте машин возрастом до 7 лет средний ценник поднялся до 2 миллионов 200 тысяч Специалисты отмечают, что с апреля этого года авто с пробегом стали дешеветь Однако, по их мнению, снижение вряд ли перешагнет планку в 10-15% Трасса 101 А компания Renault, несмотря на уход из нашей страны, получила российский патент на обновленный Duster У кроссовера появились другие фары и решетка радиатора Внутри новые эргономичные сидения, увеличенный подлокотник с боксом Основной технической доработкой стало появление шестиступенчатого робота с двумя сцеплениями Он работает в паре со 150-сильным бензиновым турбомотором Сейчас начальный ценник Duster обозначен на отметке 1 миллион 618 тысяч рублей Трасса 101 Один из московских автомобилистов пожаловался на то, что камера оштрафовала его на тысячу рублей За неиспользование ремня безопасности Техника сделала свою работу честно, ремня на снимке не видно Однако стоит учесть, какой это автомобиль Mercedes-Benz 1965 года выпуска У которого какие-либо намеки на ремни безопасности попросту отсутствуют Юристы говорят, что такое взыскание можно легко обжаловать Если предоставить документы о том, что в машине ремни технически не предусмотрены Трасса 101 И в завершении новость от нашего партнера С 30 мая по 30 июня на АЗС Движение При покупке от 20 литров бензина Ультра-92 через систему быстрых платежей Действует скидка 2 рубля с каждого литра На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин